Моют все, даже те, кто родился после его ухода. Нерв его песен и ролей близок каждому, потому что это правда жизни, которая неизменна. Алексей Зотов встретился с теми, кто помнит, как рождались те песни. Эта черно-белая пленка местами со звуком и местами и без нашлась лишь недавно. Спева Владимир Высоцкий, актор театру на Таганце. На московской вечеринке, сообщает польский диктор, собрались молодые советские актеры. Когда я нашла эту запись в архиве польской кинохроники и узнала на ней молодого Высоцкого, у меня подкосились ноги. Помните, мы все спрашивали друг друга, а ты уже слышал новую песню Высоцкого? У меня такое чувство, будто он жив и записал для нас что-то новое. В гостях у Светланы Светличной и Владимира Ивашова Высоцкий спел тогда и одну из самых романтичных своих песен. И это единственная ее съемка. Ты бронила меня, скалолазка моя! Та самая скалолазка, инструктор по горному туризму Светлана Липко, познакомилась с Высоцким на съемках фильма «Вертикаль». Потом он сам признается, что посвятил песню именно ей. Мы пошли к Любиму, он меня познакомил, и познакомил, сказал, вот моя скалолазка. В холоде сам себе скальпелем, он вырезает аппендис. Про удивительный случай на полярной станции в Антарктиде Высоцкий пишет, как ни странно, шуточную песню. Посмеиваясь над газетной шумихой, он все-таки считает героем врача Леонида Рогозова, который взял волю в кулак и сам себе вырезал воспаленный аппендикс. И он проявлял максимум осторожности при операции, потому что можно отрезать что-нибудь другое. Чего ты же не веришь? Да какая разница, история классная. Историю о людях на грани жизни и смерти Высоцкий всегда дослушивал. Многие из них потом становились песнями и били в самое сердце. Понятно почему. Были потрясены первые зрители фильма Высоцкий «Спасибо, что живой», когда вдруг на сцену кинотеатра вышел тот, кого они звали по имени. В этот момент я слышал за спиной Володю. Я слышал это. Это, кажется, говорит о том, что не хватает. Не хватает, когда люди вдруг вырвались, когда не хватает. Им так захотелось, чтобы он был живой. Чтобы он был жив. Сейчас. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Удалось добиться мне, что теперь в моей стране ни воды не будет, ни травы. Я душой не покривлю, если снова повторю, слишком хорошо живете вы. Едва Высоцкий спел эти строчки режиссера мультфильма «Волшебник изумрудного города», тот схватился за валидол. И злодейке Бастинди голосом Вениамина Смехова пришлось петь совсем другие слова. Голос же самого Владимира Высоцкого за кадром трудно не узнать. Победить Бастинду? Ой, я не могу. Умора! Володкин Волк напоминал те самые повадки и шуточки, которые между нами происходили. То есть он мог разговаривать так вот... Ты понимаешь, что я сижу, что он такой глупый человек? Девчонка пугается, бежит, подтыкается и падает. Я сейчас хочу вам показать одну песню, которая могла бы быть в последнем моем фильме. Песня, которая не вошла в один фильм, может быть она нам пригодится. В интервью часто прорывалась та горечь, которую тяжело было скрывать. Песни, любимые всей страной, вырезали из фильмов, запрещали давать в эфир и почти не издавали на пластинках. Когда вышла пластинка «Алиса в стране чудес», ну и пластинка классная, 4 года она не выходила. И она, у него было очень их много, у него был карандаш, такой специальный, и он подписывал ее. Я же слушать ее буду, и все. А сейчас я понимаю, что для нее это было очень важно. В эфире радиостанция «Юность». И сегодня в нашей программе вы впервые услышите песни Владимира Высоцкого. Чуть помедленнее, кони! Это было уже после смерти поэта, но как будто взорвалась бомба. Песни Высоцкого прозвучали в советском радиоэфире. Без санкций руководства, на свой страх и риск их включила свою музыкальную программу ведущая Татьяна Бодрова, а потом получила от потрясенных слушателей тысячи писем. Один парень написал мне, что вырывается сердце, потому что я слушаю песню Высоцкого, «Привередливые кони», я так боюсь, что сейчас все исчезнет. Значит, здесь сидела я, здесь Володя, он очень охотно пел. Там у соседа пьер горой. Эта бесценная пленка тоже обнаружилась лишь недавно в семейном архиве Людмилы Максаковой. Зашедший на огонек в декабре 75-го Владимир Высоцкий поет в теплой компании друзей, а они ему между песнями объясняются в любви. Я сказала, от нашего времени останется Сахаров, Солженицын, Лихачев и Высоцкий. У него было чувство юмора, он сказал, нулю дочек, ты хватила. Я говорю, я тебе говорю, так будет. Когда отца не стало, люди начали писать стихи, люди, которые вообще не писали эти стихи. Вот это феномен. Многие из тех, кто писали эти стихи, утверждали, что слышат их от самого Высоцкого. Говорят, что сам Владимир Семенович отнесся бы к этим историям с улыбкой, и, скорее всего, сочинил бы еще одну песню, ироничную и философскую. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин, стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Алексей Зотов, Наталья Голуб, Наталья Родионова, Первый канал. А именно уснуть.